Всем привет! Сначала я научилась показывать себя, а потом уже стол. Сейчас я готовлю ужин. Естественно, покажу вам. Не прошло и много лет, как я научилась готовить немножко. Вот просто на один раз. Чтобы и вам показать, и мы съели, и всё, и забыли. Ничего в холодильник не ставим. Сразу готовим и съедаем. Сейчас я буду фашеровать перчики. Вот такие маленькие перчики. Специально взяла. Ну, не специально. Поехали в магазин. Так, что сегодня будем на ужин? А вот это сделаем. Вот пять штучек взяла. На один раз нам поесть. Хватит. Всё. Покажу, как я их готовлю сейчас. Каждый раз они у меня получаются по-разному. Но предыдущий раз как-то мы делали. Мне понравился вкус. Я думаю, дай-ка я и вам покажу. Ну, вдруг кому-то и понравится, пригодится. Кто-то применит, а кто-то и мимо пройдёт. Но всё равно надо показать. Итак, что мы имеем? Мы имеем говяжий фарш. Репчатый лук. Три луковицы покрошила. Фарша здесь килограмм. Но тут не важно. У меня всего надо будет зафаршировать несколько перчиков. Сюда опускаю бурый рис. Я его до пологотовности отварила. И вот туда же. Последние разы, когда ты делала фаршированные, рис туда не добавляла. Как-то овощные всё. С овощами мясо и овощи и всё. Но тут захотелось именно с рисом. Всё, солим, перчим. И фарш весь размешиваем. Итак, фарш готов. Сейчас мы почистим перец. Здесь очень просто. Срезаем. Вынимаем. Он как тёмные какие. Вот так. Это всё делаем. Чтобы было чистенько. Перчики готовы. Заполняем фаршем. Они, перчики, это маленькие. А всё равно фарш-то входит в них порядочно. Мясо уварится как будто. Меньше будто станет его. А рис разбухнет. И перчики будут полные. Так, приготовлю я вот в таком ковшике небольшом. Нам не надо много. Это на один раз поесть. Поэтому будет так. Вот так хорошо они встали. И теперь сразу сделаем заливку. Вот для чего же эта баночка-то стоит? Это зимняя заготовка, лечу. В автоклаве делала. Тут перчики и вкуснейший соус. Сейчас я этот соус применю для фаршированных перцев. И вкус будет насыщенный. Я уже один раз так сделала. Нам очень-очень понравилось. Вот переливаем в ёмкость. И блендером измельчу. Вот такая смесь получилась. Конечно, можно было добавить вместе с этими дольками. Но я изначально измельчила. Нам показалось, что это пища богов. Вообще так вкусно-вкусно. Поэтому я и этот раз измельчила. Всё. И вот так они будут вариться. На медленном огне. Можно даже так, чтобы полностью были закрыты. Вот так. И это будет очень вкусно. Всё. На плиту до полной готовности. После закипания минут 15. Перчики наши сварились. Посмотрите, какие красавчики. Соус как будто бы загустителен с каким-то. Классно. Вот. Делайте. Здорово. Давайте-ка ещё с вами попробуем вместе. Ну, кто не любит это, сразу отключайте. Всё. Видео. Готовка видео закончена. Давайте вначале разрежем портейкой. Я вам поближе покажу. А потом уже сядем кушать. Вот они. Такие плотненькие. Из-за того, что рис был полуготовый. И тут он уже разбух. И стала вот такая красота. Говяжий фарш. Он такой тёмненький. Надеюсь, мне будет видно. Очень близко поставила камеру. Кто сомневается. Конечно, это вкусно. Это очень вкусно. Но часто тоже мы не делаем. Вообще ничего я не люблю повторять. Часто одно и то же. Обалденный фарш. Такой. Он, во-первых, жёсткий такой, твёрдый. Но нам нравится говядина. Мы иногда берём и просто отдельно отвариваем говядину. Вот просто её едим. Вот отварную. Нравится нам. Дорогое, конечно, мясо. Дорогое удовольствие. Но ничего, всё равно позволяем. Вкусно. Вот настолько они насыщенные получаются вот в этом соусе. Ой, как вкусно. Классно, классно. Сейчас всё лето будем так есть. И доедим те баночки. Ну, баночек 10 у меня осталось. Даже меньше. У нас сейчас... У нас сейчас утром стабильна каша. Каша или из банки гречневая, рисовая сделалась. Ну, как бы через автоклав. Или обычную кашу в мультиварке. К ней какой-то белок. Салат. На обед у нас суп тоже из банки. Когда так приготовлю норму, так легко открыть баночку. Сегодня рисовый, завтра борщ. Надо ещё каких-то супов сделать. Мы уже, собственно, доедаем эти. А на ужин вот такое прекрасно. Сахар в норме. Ничего не поднимается. Вообще... Я очень довольна. Я довольна своей готовкой. И довольна результатом анализов. Очень-очень вкусно. Вообще замечательно. Ну, всё. Эту я уже без вас доеду. Спасибо, что были со мной. Посмотрели, послушали меня. Всем добра и здоровья. Всем пока-пока и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok